Добрый день, уважаемые наши телезрители! Я напоминаю, что в прямом эфире телеканала Универ ТВ и одновременно на нескольких онлайн-площадках на сайте КФУ, на Универ ТВ, как я уже сказал, а также в аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Твич и на Ютьюб идет прямая трансляция прямой линии, связанной с вопросами обучения иностранных студентов в Казанском федеральном университете. Кроме этого, работает специальный канал WhatsApp для представителей средств массовой информации, куда наши коллеги могут тоже задавать те вопросы, адресовать вопросы нашим собеседникам по обозначенной теме. Собеседников я с удовольствием представляю наших гостей на все поступающие, уже поступившие вопросы. Нам сегодня помогут ответить и разобраться с ними проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Булатыч Алишев. В зале есть присутствующие гости, тоже заинтересованные, я так понимаю, в том, чтобы получить ответы на те вопросы, которые будут и здесь обозначены, и, возможно, у вас возникнут вопросы. Вы можете, кстати, и аплодировать, почему я к вам сейчас адресую. Итак, еще раз представляю, Тимирхан Булатыч Алишев. Для нас это еще очень важно, это некие тонкости, детали знаний русского языка, потому что обучение все-таки идет на русском языке, и нам приятно, когда наши собеседники, наши студенты нас хорошо понимают. И директор департамента внешних связей Казанского федерального университета Ольга Анатольевна Вершинина. Добрый день. Итак, давайте начнем наш разговор, но прежде чем его начать, и начать его, конечно, в том контексте, который задают в первую очередь наши зрители, те, кто сейчас с нами на прямой связи, хотелось бы, вот полгода-то прошло, семестр фактически на излете, и можно подводить некоторые итоги, как это все-таки оказалось соорганизовано на самом деле, потому что как планировалось, мы с вами встречались, много подробно говорили, что в результате мы имеем, если с вопросами дистанционного обучения, все-таки у нас был еще момент в марте, апреле, мае, обкатать, что называется, наиболее болевые точки, то вот начало нового учебного года, появление новой когорты студентов, внесло массу вопросов и организационных, связанных с переездом, с невозможностью переезда, с организацией дистанта для них, для кого это в первый раз, с организацией их проживания, регистрации, тьма этих вопросов. В общем, слово вам, Тимархан Булатович, для того, чтобы вы дали нам общую характеристику, происходящую в этой части в нашем университете. Да, Леонид Григорьевич, во-первых, спасибо большое вам за организацию и коллегам за то, что вы пришли сегодня задавать вопросы, и тем, кто сегодня присоединяется к нам и в ВКонтакте, и в Ютьюбе, и в Твиче, я знаю, широкая трансляция у нас происходит. Я хотел бы сразу отметить, что это не какая-то экстраординарная встреча, мы, Леонид Григорьевич говорит, что мы подводим итоги семестра, на самом деле мы встречались со всеми иностранными студентами на протяжении всего семестра, у нас и в начале сентября проходили встречи, и в последнее время мы, фактически, последние две недели встречаемся с большой массой, прежде всего, первокурсников в онлайн-режиме, то есть это постоянное общение, коммуникация, кроме того, мы попросили наши институты тоже раз в день, две недели проводить мероприятия, я просто, может быть, анонсирую, в воскресенье будет институт фундаментальной медицины и биологии проводить подобную встречу с своими иностранными студентами, первым курсом и последующими, о вопросах, связанных с дистанционным обучением. Действительно, этот семестр был, еще продолжается немного, непростым, и вот вы говорили о том, что мы отработали, на самом деле он отличается от весеннего семестра, прежде всего, связано это с тем, что тогда мы все ушли на дистант, на обучение с использованием дистанционных технологий, сейчас у нас сентября смешанный режим, это на самом деле совершенно другой режим обучения, когда у нас есть студенты и в аудиториях, это и иностранные студенты, и наши российские студенты, и в то же время мы подключаем студентов из-за пределов Российской Федерации. Я, прежде всего, скажу о приеме, который мы завершили, если говорить о первом курсе, мы завершили его фактически в начале ноября, и в этом году мы приняли где-то там 3377, по точным цифрам, иностранных студентов на первый курс, на различные формы обучения. Это большая цифра, причем, опять-таки, из более чем 100 стран мира студенты были приняты, и я хочу сказать, что сегодня 40% этих студентов обучаются с использованием дистанционных технологий, то есть они находятся у себя в своих странах и обучаются у нас, значит, в дистанционном режиме. В целом, по контингенту, сейчас цифра у нас, с учетом переходящего контингента, цифра примерно 27-28% находится за пределами России, и вот где-то процентов 70 чуть больше находится здесь, в стенах университета. Я бы сказал, что с сентября мы начали, но были свои сложности определенные, они связаны были с инфраструктурными ограничениями иногда, с стабильностью связи. Я бы сказал, что мы где-то к 1 октября, наверное, вышли на стабильный, неплохой режим работы и подключений с нашей стороны. В то же время мы понимаем, что у ряда студентов, которые учатся с использованием дистанционных технологий, есть проблемы на их стороне, есть проблемы, связанные с теми каналами связи, которые используются в их странах. Поэтому, безусловно, первые, наверное, месяц, полтора месяца были связаны с отладкой режима и процессов. Кроме того, я напомню, вот раз мы протянули прием до ноября, то часть студентов вообще начали обучаться только 1 ноября фактически. И для них устроены отдельные учебные планы, они учатся у нас немножечко в другом режиме. В то же время наша задача, чтобы в течение двух семестров они дополучили полный объем часов, полный объем образовательной программы был предоставленным, чтобы они могли освоить все эти предметы, которые мы определены в течение первого и второго семестров их первого курса. Действительно, вопросов очень много, и почему мы в том числе инициировали, попросили вот эту встречу организовать, потому что мы видим, что поступают вопросы. Они связаны с проживанием в общежитиях, а также с возможностью проживания. Потому что многие студенты ожидают, что все-таки после Нового года будет открытие границ, они смогут все-таки приехать в университет, и мы их действительно ждем. Есть вопросы, связанные с миграционным, исполнением миграционного законодательства, потому что у нас было продление и виз, и регистрации, и сегодня многие студенты ожидают, когда их визы и регистрации также будут продлены у нас в университете. Есть вопросы, связанные с сдачей сессии определенные, и тоже они возникают, то есть каким образом сессия будет сдаваться, будут ли какие-то поблажки тем студентам, которые учатся дистанционно и так далее. И я надеюсь, что сегодня мы на эти вопросы сможем ответить более подробно. И вот такое общение организуем. Я при этом хотел бы отметить, что у нас, если считать средства массовой информации, очень много слухов ходит по иностранным студентам. Последние 2-3 недели были разные публикации по поводу каких-то массовых отчислений студентов. Вот эти моменты. Нам бы тоже хотелось сегодня эти моменты, опасения развеять о том, что мы массово кого-то отчисляем. У нас никаких отчислений нет. Если они проходят, то они проходят, скажем так, в плановом режиме. То есть они существенно не отличаются от тех отчислений, которые были в прошлом году. Но у нас есть определенное количество переводов. То есть ряд стран СНГ, стран Ближнего Востока, они принимают решение о переводе студентов, которые и так остались на родине, в свои вузы, в свои университеты национальные. Они увеличивают количество бюджетных мест. Это связано, прежде всего, с медицинскими направлениями подготовки, потому что есть жесткий дефицит медицинских кадров в странах. Поэтому они заинтересованы, например, чтобы студенты-медики, которые и так остались в стране, начали учиться в медицинских вузах этой страны, чтобы потом их можно было в короткого периода привлекать для профессиональной деятельности в медицинских учреждениях. Ну и есть переводы не по медицинским направлениям. И мы идем навстречу с студентами, потому что понимаем, что учиться им будет проще, если они смогут посещать занятия. В основном это переводы в наши партнерские университеты, с теми университетами, с которыми у нас и так подписаны соглашения в этих странах. У нас такое партнерское взаимодействие происходит. Но еще раз говорю, вот таким по неуважительным причинам, то есть по причинам неисполнения учебного плана, мы стараемся не отчислять, и существенного увеличения отчислений практически нет. Я прошу тоже успокоиться у студентов, чтобы они не переживали из-за этого о том, что они не будут знать, а мы их здесь отчислим и так далее. Таких фактов у нас нет, и мы стараемся поддерживать студентов, особенно тех, кто хочет исполнить учебный план, кто учится, кто предпринимает все необходимые усилия, дисциплинированно готовится сейчас к зачетной сессии, и потом к экзаменцам. Спасибо. Есть что-то добавить? Уточнить? Может быть, какая-то деталь ушла из поля зрения? Нет, пожалуй, нет. Мы основной своей целью ставим сегодня ответы на вопросы, поэтому... Ну, давайте, да, начнем сессию вопросов-ответов, учитывая, что сегодня вообще день больших пресс-конференций. Сегодня это будет самая актуальная, наверное, такой составляющая дня. Я готов предоставить залу право первого вопроса, если таковые есть, если такие возникли еще. Есть у кого-то уже вопрос? Давайте, да? А потом мы тогда обратимся к тем, кто через социальные сети сейчас нас смотрит и готов. Да, вы только представляйтесь, пожалуйста. Меня зовут Гопорова Менгли, и у меня такой вопрос насчет новогодних каникул. Вообще, есть ли возможность иностранных студентов посещать другие города России во время новогодних каникул, и какие меры мы должны соблюдать при возвращении обратно? Ну, например, если я захочу в Москву поехать, что-то, когда я приеду обратно, что мне надо бы сделать? Вы про перемещение внутри России говорите? Да, внутри России, конечно. Не к себе домой, не за рубеж. Он, наверное, и то, и другое бы обозначить, да? Да, у нас, тем более, что есть открытые границы с рядом стран, воздушные коридоры, скажем так, работают с рядом стран. Поэтому, в целом, мы, конечно, рекомендуем оставаться в Казани. Это наша общая рекомендация. Мы, причем, оставаться в общежитиях, мы тоже не рекомендуем посещать массовые мероприятия. И вот мы повторяем это даже в наших сейчас проходящих встречах с первым курсом. Все-таки велик риск заражения. Вы знаете, что есть определенные ограничения на проведение мероприятий, которые действуют у нас в республике. Причем в разных регионах России разная эпидемиологическая ситуация. И мы заранее предлагаем все-таки посмотреть. У нас есть специальный сайт, на котором можно посмотреть эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе нашей страны. И, конечно, мы все-таки рекомендуем воздержаться в этом году от выездов из общежитий, посещать не только другие города и регионы, но и посещать какие-то массовые мероприятия за пределами общежития. То есть, это может быть где-то к друзьям пойти на какие-то вечеринки, рестораны. Надо потерпеть один год. Вы понимаете, что сейчас очень непростая и сложная ситуация. Я понимаю все соблазны, все желания с кем-то провести эти новогодние праздники, потому что мы и так засиделись, наверное, ноги дома, ограничиваем себя в контактах. Но большая просьба обратить на это внимание. Есть ряд исследований международных, в том числе, которые показывают, что, к сожалению, студенты чаще всего заражаются не в университетах, не в кампусах университетов, а на подобных вечеринках. Причем это исследование проводится в Штатах, в Европе. А потом, к сожалению, вот этот вирус, он заносится в общежитие. У нас, благодаря продуманной политике, которую ректор проводит, и наши все руководства, сотрудники, благодаря дисциплине студентов, прежде всего, мы можем поддержать достаточно высокую безопасность в кампусе и в общежитиях. У нас нет вспышек. У нас сейчас, вы знаете, есть обсерватор на Арибургском тракте, там единицы еще студентов находятся. Существенно снизилось количество, в том числе, благодаря дисциплинированной позиции студентов. И я прошу все-таки поддержать этот уровень правильного поведения в эти праздники и внимательно к этому отнестись. И не только за собой следить, но и за своими друзьями. Не рекомендуйте им собираться. То есть, вы можете, как сказать, быть наставником ближнему своему, и вот этого ближнего вы тоже должны наставить на путь истинный поэт и сказать, что не стоит собираться, не стоит как-то организовать какие-то крупные мероприятия. Сейчас, знаете, есть традиция в онлайне собираться. Да, очень хорошая. Начелкаться с экраном компьютера. Да, экономенная идея. Тем более, есть друзья в комнате в общежитиях, с ними можно как-то это сделать. И попытаться все-таки остаться здесь. В Казани не уезжать на родину и не уезжать за пределы своего общежития. Это моя рекомендация, но я думаю, это рекомендация наших медиков, с которыми мы часто консультируемся. Тем более, что мы в интернациональной среде, у нас есть возможности встретить Новый год по старому стилю, китайский Новый год. То есть у нас еще будет много поводов собраться более в разных часовых поясах. То есть нужно, допустим, с Китаем сначала встретить Новый год, потом позже. И чуть-чуть разбивать наши площадки. Потому что китайский Новый год 25 января, насколько я помню, он позже будет. Может, чуть-чуть уже спадет напряжение все-таки. У вас было что дополнить? Да, если позволите. Если все-таки обстоятельства сложатся таким образом, что вам нужно будет покинуть город Казань, обращаю ваше внимание, дорогие студенты, на необходимость встать на миграционный учет после того, как вы вернетесь в Казань. Миграционные вопросы чрезвычайно важны. Обращайте на них большое внимание. И не забывайте это делать, пожалуйста, сразу после возвращения. Если межрегиональные перемещения все-таки будут необходимы, обстоятельства все-таки бывают разные, то... Ну, и я тоже добавлю, все-таки мы, может быть, регулярного тестирования студентов на COVID не устраиваем, да, сами, только в случае, если увидим симптомы, тестируем. Но если вот так вот съездили, вернулись, если у вас есть желание, это небольшая сумма, на самом деле. Вот в университетской клинике за полторы тысячи можно сделать тест, относительно небольшая, я понимаю, что она серьезная, в принципе, но относительно небольшая, если мы говорим о своем спокойствии. То есть можно утром сдать тест, рано утром, вечером уже получить результат, и вы себя тут тоже где-то обезопасите, и проинформируете, в том числе, и вот эту администрацию университета для того, чтобы мы тоже оперативно, в случае проблем, приняли решение необходимое по отношению к вам. — Спасибо. — Спасибо за ответ. — Спасибо. Если вопросы в зале будут возникать, вы давайте мне знать, соответственно, микрофон перейдет вам в руки, и вы сможете его озвучить. Вопрос. Теперь о вопросах, которые поступают через YouTube. Они более короткие такие, более, менее расплывчатые, чем те, которые поступили чуть ранее. У нас есть группа вопросов, которые начали поступать со вчерашнего дня. Я их позже обязательно озвучу, чтобы авторы не беспокоились. Но пока здесь. Как выстрел, как пуля вопрос. Иностранным студентам стипендию платят? — С ошибочкой. — Иностранным студентам, которые у нас поступают по гослинии за счет бюджета Российской Федерации, у нас есть четыре страны, которые имеют право поступать, они получают стипендию, если они хорошо учатся, наравне с нашими россиянами, которые на бюджете учатся. А, конечно, иностранные студенты, которые за свой счет обучаются, к сожалению, такую стипендию не получают. Ну, так же, как и россияне, которые, собственно, на контракте ее не получают. Вот такая ситуация. — Спасибо. Можно... Вот тут, видимо, требуется уточнение, если еще автор на связи, может быть, уточнит по ходу, какой именно институт затрагивает его вопрос. Ну, пока я его озвучу. Можно узнать, как приехать иностранному студенту на дистант, и деканат переводить отказывается. То есть деканат имеет какие-то основания отказать? Может, какие-то есть основания, ограничения? — Нет, никаких ограничений нет. Я получаю иногда эти вопросы. Они связаны с тем, что, к сожалению, есть проблема все-таки коммуникации между институтами и иностранными студентами. Я, во-первых, в таких случаях всегда прошу иностранных студентов писать не лично на электронную почту с указанием ФИО, группы и института, желательно направление подготовки, по которому вы обучаетесь, курсы. Для того, чтобы мы индивидуально и конкретно разобрались. Потому что бывают ситуации, когда, и потом мне институты тоже объясняют, студенты не всегда знают, как подключиться, к какой группе подключиться. У них нет взаимопонимания с деканатом. Иногда есть проблемы и с русским языком, к сожалению. Они не могут правильно объяснить свою проблему. Поэтому еще раз говорю всем, чтобы заранее предупредить эти вопросы. Если у вас есть проблемы коммуникации с институтом в части организации учебного процесса в дистанционном режиме, с использованием дистанционных технологий, я прошу обращаться ко мне лично на электронную почту ТБА, Лишев, Собачка, Капифуру. Она есть на сайте университета. И мы индивидуально, я уже в течение двух-трех месяцев последних этим занимаюсь, мы индивидуально с каждым институтом разбираемся по каждому конкретному студенту. Чтобы у нас не было проблем потом, когда студент может сказать, а вот у меня не было организовано дистанционное обучение по вине института. Я прошу быть внимательным, фиксировать эти факты и со мной выходить на связь. Но я просил все институты, институты это делают, они проводят вот эти встречи, постоянные встречи со студентами, где вы можете эту претензию, вот эту проблему озвучить. Обычно ее проводит замдиректора по международной деятельности, с подключением деканата, где эта проблема обсуждается. Это широко рекламируемая ссылка, которую можно получить в чатах, в институтах, в группах, которые есть, для того, чтобы принять участие в подобных обсуждениях. Я понимаю сложность. У нас, еще раз повторюсь, сейчас на научной форуме обучается 8800 студентов в целом по университету. Я понимаю, что есть отдельные сложности. Поэтому нам надо их коллективно, совместно решать. Спасибо. Вот подключается Твич и ВКонтакте. Давайте вот в Твич пока один вопрос поступил, на него ответ услышим. Здравствуйте. Скажите, в каком общежитии, опять же точный вопрос, в каком общежитии будут жить граждане Азербайджана в течение всего периода обучения? Спасибо. Хороший вопрос. У нас мы, эта политика, наверное, была и университета тоже общая, она продолжается до настоящего времени. Мы никогда не сели по национальному признаку. Понимаете? Наша задача – это мультинациональный кампус. И я вот всегда на встречах с студентами говорю, что, когда, первокурсниками, когда вы приезжаете, вы должны дружить и завязывать отношения не только с людьми из своей страны. Вы должны начинать дружить, завязывать отношения со всеми студентами, которые у вас есть в группе, с россиянами, с представителем дальнего зарубежья, близнего зарубежья. Это основной, на самом деле, бенефит итоговый, который вы получаете, выходя из университета. Это социальные связи ваши, обширные. И, конечно, студенты из Азербайджана, если это первокурсники особенно, они, безусловно, будут проживать в общежитии своего института. У нас они живут, как правило, в деревне универсиады первокурсники. У каждого института есть свои дома. И, собственно, вы будете проживать в одном из этих домов, в зависимости от того института, где вы будете. И мы постараемся все-таки, чтобы вы жили не только с вашими соотечественниками, но и с большим количеством других студентов, которые к нам приехали из разных стран мира. Спасибо. Теперь ВКонтакте переключаемся сюда. Один вопрос прям по ходу вашего ответа. Не вопрос, а уточнение. А можно позвонить и спросить? Просто писать долго. Может быть, не вам, а кому-то из департамента. Вы озвучите, может быть, через горячие линии? Да, у нас функционирует телефон горячей линии. Он размещен на сайте в разделе международной деятельности. 8.4.3 плюс 7 код России. 8.4.3 это код Казани. И 233-76-25. Это телефон горячей линии, куда могут обращаться наши иностранные студенты. Еще раз давайте громко. Плюс 7.8.4.3. 233-76-25. 76-25. Ответ исчерпывающий, я так понимаю, на вашу просьбу. Следующий вопрос в сети ВКонтакте. Здравствуйте. Не будет ли проблемы со сдачей сессии дистанционно для студентов, которые не могут приехать? Теперь вот вообще я вот заметил, тут и по другим социальным сетям идет большая группа вопросов, связанных с особенностями действительно сдачи сессии. Вообще будет ли она, надо ли будет точно, а если заочно, то дистанционно, то как, не будут ли проблемы, можно ли приехать, если я очень хочу. То есть в разных вариациях звучит этот вопрос. Ну, во-первых, если вы очень хотите, и у вас есть такая возможность легальная, то, конечно, вы приезжайте, мы ждем вас в университете, и для этого есть все необходимые условия для того, чтобы вас принять. Это первое. Второе, как будет проходить сессия. Сессия будет проходить ровно так же, как она и весной проходила у нас, если у вас нет опыта первокурсника. Я, безусловно, понимаю, страх первокурсника перед сессией, тем более еще в дистанционном режиме. Она будет проходить, собственно, так же в ТИМСе, как это происходит. У нас, слава богу, преподаватели уже научены весной, каким образом подобную сессию проводить. По поводу каких-то скидок студентам, только потому что они учились дистанционно, мы их отдельно не планируем. Но, безусловно, преподаватели всегда входят в ситуацию, они стараются поддержать студента, и мы об этом часто говорим. У нас еженедельно по пятницам проходят с институтами совещания по международной деятельности. И мы объясняем позицию, как нужно, необходимо себя вести, в том числе обсуждаем какие-то важные вопросы. И вот завтра будет очередное такое совещание, и мы в том числе будем обсуждать то, каким образом необходимо поддержать студента во время сессии. Я думаю, что, безусловно, преподаватели, если какие-то технические проблемы, еще будут предоставлять дополнительные возможности. То есть у студента будет дополнительная возможность, кто что-то дистанционно, каким-то образом показать свои знания. То есть если вы обучались, если мы видим, что вы дисциплинированно исполняли учебный план, исполняли все задания, которые вам давал преподаватель, если у вас видим, что есть желание учиться и возможность это делать, то, безусловно, будем поддерживать и помогать. Ну, собственно, также будет дата зачета, будет дата экзамена, будет окошко в ТИМС, будет преподаватель в другом конце, вам будут заданы вопросы, вы будете, или вы тесты будете проходить, если зачет, наверное, больше в тестовом режиме осуществляется. Если это будет экзамен, то вполне устно или письменно, вам будут даны вопросы, будете на них отвечать. То есть это вполне такая рутинная, на самом деле, операция, то есть она не экстраординарная какая-то. Я думаю, что, в принципе, больших проблем возникнуть в связи с этим не должно. Спасибо. Ну, просто, чтобы вы понимаете, вот прям опять поступают, как студенты первого курса, которые на дистанционном будут сдавать сессию. То есть эти вопросы будут повторяться, я думаю, в разных вариациях. Может ли университет ходатайствовать перед оперштабом Российской Федерации для получения индивидуального разрешения для въезда? Да. Вообще вопросы индивидуальных разрешений тоже звучат в разных вариациях. Может, Сергей Анатольевич потом это дополнит? Это очень такая интересная позиция. Действительно, зачастую определенные органы в странах тоже зарубежных, они говорят и советуют нашим студентам. Вы попросите университет, чтобы он обратился в такой вот оперштаб. Я напомню, что такой оперштаб вообще, да, это такая организация в Москве, которая возглавляет нас, вице-премьер Российской Федерации, которая, значит, в том числе занимается большим количеством вопросов, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, большим количеством вопросов, связанных с лечением коронавируса, так далее, организация этой работы, в том числе и вопросами, связанными с миграционными режимами. И есть такое мнение, что, значит, если университет обратится в оперштаб, даст какие-то списки, то тот даст поручения, значит, пограничным органам, которые пропустят какую-то группу или одного, или группу студентов на территории Российской Федерации. Ну, во-первых, у университета нет таких полномочий обращаться, значит, в оперштаб и просить, значит, это делать. Во-вторых, я думаю, даже если какие-то ходатайства подобного рода вообще поступят университета, вряд ли подобное решение будет принято. Потому что все-таки подобные решения принимаются по отдельным случаям и особой важности, скажем так. Если учебный процесс все-таки организован, если у вас есть возможность учиться дистанционно, мы предлагаем продолжать это делать и не надеяться, что оперштаб как-то конкретно по какому-то одному студенту будет принимать какое-то особое решение. Такого, безусловно, не произойдет. И поэтому, прежде всего, давайте, мы находимся в определенном режиме обучения, режиме работы. Давайте будем продолжать, пока не будет принято общее решение по вопросам въезда студентов или по отдельным странам, или в целом на территорию Российской Федерации. Вы знаете, что у нас ряд стран, например, открыт, и там не было никакого особого решения оперштаба. Это просто эти изменения в законодательстве, которые вносят, в том числе, по указу президента. И, например, к нам приезжают студенты из Турции, из Египта мы оформляем приглашение, и постепенно, постепенно этот процесс идет. Мы надеемся, что в скором времени начался активный режим, связанный с вакцинацией. Мы надеемся, что в скором времени, все-таки весной, у нас будет возможность принять студентов из большего количества стран в нашем кампусе. Спасибо. Я так понял, что вы готовы будете дополнить. На мой взгляд, исчерпывающий ответ, Семирхан Балатович, давайте дождемся открытия границ, когда вы сможете нормально въехать, регулярными рейсами, с целью учеба, и все процедуры у нас дальше будут выстроены гладко. Ждем открытия границ, дорогие студенты. Я просто хотел бы отметить, чтобы студенты понимали, что это не чья-то козни, злая воля, то, что студенты не могут приехать. Вы должны понимать, что это связано с безопасностью. Это ваша безопасность, это безопасность здесь в университете, в кампусе университета. Вы знаете, что у нас режим, там есть обзорвационный для всех уезжающих. И это связано с тем, чтобы как можно лучше обезопасить студентов, которые находятся здесь, и преподавателей, кстати. Потому что студенты-то еще не так сильно болеют. У нас, к сожалению, преподаватели. Это касается гораздо более серьезно, если это связано со здоровьем. Потому что люди иногда в возрасте, и мы должны тоже об этом думать. И если вы, например, находитесь в Казахстане, на границе, я понимаю, что много студентов именно из Казахстана хотят какого-то особого решения для пересечения сухопутной границы. Потому что воздушные коридоры в целом открыты, допустим, с этой стороны. А хотят особого режима для пересечения границы, значит, один регион проехать, и сразу в Татарстане уже. Вот такого особого решения пока нет. И, скорее всего, в ближайшее время не будет. Мы обсуждаем вопросы воздушного борта из Казахстана отдельно. Но это отдельная тема. Она сейчас решается и с консульством, и с консульскими работниками, и с Роспотребнадзором. Спасибо. Есть большой блок вопросов. Это, кстати, касается тех, которые поступали накануне, и которые сейчас стали формулироваться в совершенно разных ракурсах. Связаны здесь с общежитиями, с заселением в общежитии, с пребыванием там. Сейчас я к ним обязательно вернусь. Но вначале вот такой неожиданный, как мне кажется, закончил КФУ в том году. Учебном, видимо, да? Как можно приехать с дипломом? Проживаем в Казахстане. Ответи. Вот, видимо, дистанционно ты закончил. Да, вот последняя фаза оказалась вот так вот, да, в карантине. А теперь диплом надо забрать. Понятно. Если есть желание приехать с дипломом, то, опять-таки, это можно будет сделать только после открытия границ. Есть определенные процедуры, о которых мне сейчас не хотелось бы подробно говорить. Они достаточно сложные. По тому, как диплом может быть вам передан в дистанционном формате. Вам нужно обратиться в департамент внешних связей. Можно позвонить на горячую линию, и мы разъясним подробно все ваши действия. Ну, на самом деле, там есть определенный порядок, да? Может, я скажу, то есть нужна, во-первых, доверенность на какого-то человека. Например, у вас есть товарищ здесь, или ваш одногруппник, кто-то, да? Вы нотариально заверенную доверенность на него оформляете, потому что он имеет право ваш диплом забрать. Она должна быть заверена в том государстве? Да, в том государстве. В том государстве. Ну, если речь о Казахстане, то вполне возможно на русском языке это осуществить. Такую нотариально заверенную доверенность получает человек здесь. Он, получается, забирает ваш диплом и, например, может отправить его вам по почте. Ценную посылку или как бандеролью. То есть это вполне можно осуществить. И у нас, на самом деле, такая практика есть. У нас большое количество в Китае, например, студентов в этом году получило таким образом свои документообразования. И только в Китае по всему миру, на самом деле. Мы рассылали эти дипломы. Спасибо. Теперь про заселение. Ну, про общежитие, вот так скажем. Можете объяснить, пожалуйста, какая процедура въезда и заселения мне предстоит? Предстоит, если я вот студентка третьего курса и по приказу заселена в студгородок, приезжаю в январе. То есть вот приказ есть, третий курс, в январе приезжает, место-то за ней сохраняется, нет? Видимо, этот подтекст, да, я слышу? Ну, безусловно, сохраняется, еще я тоже хочу все эти вопросы предупредить, и для первого курса, и для последующих, переходящего контингента. Если вы есть в приказе на зачисление для первого курса, то вам в любом случае предоставляется общежитие, когда бы вы не приехали. Если вы даже приедете на одну неделю, там, в конце семестра, вы все равно заселитесь в общежитии, будете проживать. Далее, вот, третий курс, тут городок, приедете, две недели пройдете, обсервационный период, сдадите тесты необходимые, на объезде вы сдадите, чтобы приехать, если границу откроют, да, и здесь после двух недель пребывания обсервации вы тоже сдадите, там, на 10-12 день. И все, если у вас будет, значит, отрицательно, вы, кроме того, что заселились, вы еще и сможете университет посещать. А заселитесь, вы сразу будете проживать в специальном обсервационном, значит, помещении, которое у нас предусмотрено и в суд городке, и в деревне университета. То есть, все нормально, вас приинструктируют, никаких проблем у вас не будет. Еще раз повторюсь, вот для родителей, в том числе, которые переживают о том, а как мой ребенок там въедет, посередине года будет ли общежитие, место для проживания, всем, у кого такое право есть, по приказу, значит, или на зачтение на первый курс, или приказа связи с заселением переходящего контингента, такое право получат, вне зависимости от того, в какой период учебного процесса, вот двух семестров они приедут. Спасибо. Так, в зал, если есть вопросы, вы давайте, знаете, я вам передам микрофон. Но пока самое время обратиться к тем вопросам, которые накануне поступали. Тут есть два вопроса, такие, крик души. Значит, добрый день. Я позволю их полностью зачитать, они немножко так пространные, но все-таки, чтобы каждое слово, может быть, для автора важным оказаться. Добрый день моей дочери, и не только. В этом учебном году место в общежитии не выделили, так бывает. В связи с этим возникает масса вопросов. Первый. Как и где регистрироваться ребенку по приезду, имела честь разговаривать с несколькими риэлторами и арендодателями. С регистрацией иностранцев они не хотят связываться. И второе. Даже если и сможем приехать на учебу во втором семестре, надеемся, разрешат чартерные рельсы, где проходить карантин. Ребенок, даже если и сможет прилететь, не думай, что сразу в первый день найдет квартиру. В итоге он может оказаться на улице. Это вот такой вот блочный вопрос. И второй, ему как бы созвучен. Добрый вечер. Вечер. Ну, это вчера вечером поступил вопрос. У меня тоже такая же ситуация. Дочь высели с ДУ, с деревни универсиады, хотя по баллам она должна была остаться в ДУ. Но мы в детали входить не будем. Мы взяли билеты на февраль 2021 года, чтобы во втором семестре, там была, видимо, дочь, чтобы посещала занятия. Тоже вот есть переживания, заселят ли в деревни универсиады и как будем проходить карантин. Спасибо заранее. Они абсолютно созвучны. Из разных мест и от разных авторов. Ну, вот такой вот блок переживаний есть. Кому из вас передать слово? Давайте попробуем развеять блок переживаний. Решение о предоставлении общежития принимается по итогам заседания жилищно-бытовых комиссий и институтов. Это происходит, как правило, весной и в конце предыдущего учебного года. Сложно сказать, по каким причинам не было предоставлено общежитие. Поэтому исходим из самого факта. Общежитие не предоставлено. Соответственно, по приезду нужно будет разместиться либо в квартире, либо в хостеле. Да, есть проблема с постановкой на миграционный учет, возможно, по квартирным адресам. Но законодательство Российской Федерации таково, что на миграционный учет нужно встать по месту проживания. То есть необходимо либо найти квартиру, либо разместиться в хостеле. Обращу внимание на то, что хостелов в Казани очень много. Они расположены как в центре города, так и близко к общежитиям. В разных частях города очень много хостелов. Некоторые информации по этому поводу ссылки есть на нашем сайте Казанского федерального университета. Кпфу.ру в разделе международная деятельность. Вы можете посмотреть информацию там. Но все-таки первые рекомендации заранее рассмотреть возможности размещения в хостелах или в квартирах. И по приезду встать на миграционный учет, либо с помощью собственника квартиры, либо если вы будете размещены в хостеле, то на миграционный учет вас поставят администрация хостела. Это золотое правило, от этого никуда не уйдешь. Конкретный совет нужен маме. Я поддержу здесь Сергею Анатольевну. Если вы по квартире не можете решить, то лучше вы просмотрите хостел. Прямо на сайте университета, на сайте департамента внешних связей, на странице, есть перечень хостелов, с которыми мы работаем, которые близко находятся к университету. То есть этот перечень есть? Да, он перечень есть. Там есть ссылки, номера телефонов. Мы постоянно с ними тоже на связи. Они нас информируют о тех студентах, которые приезжают. Вас самостоятельно хостел поставят на миграционный учет. Тут переживать не надо. И по крайней мере, вот этот двухнедельный, обзервационный. Не карантин, я попрошу, тут слово карантин прозвучит. Ну, все, да, так упрощают немножко. Это не карантин, это обзервационный период. Вот этот обзервационный период вы можете, ваша дочка или сын, ваш ребенок может провести в хостеле. За это время можно и квартиру подыскать, в принципе, здесь. А в течение этого двухнедельного периода он не может посещать учебные занятия в университете. Но вы должны будете прийти на гвардейскую. 32. 32, он должен будет прийти на гвардейскую 32, как только он приехал и зарегистрировался в хостеле. В этот же день желательно прийти на гвардейскую 32. Это наш центр в студгородке, где нужно будет встать на учет о том, что вы приехали и размещены в таком-то хостеле. Потому что мы поняли, что ваш обзервационный период пошел. Мы проверим наличие отрицательного результата теста при въезде и скажем, когда нужно будет пройти повторный тест. Этот повторный тест вы будете проходить в нашей клинике университетской. После этого повторного теста будет возможность посещать учебные занятия в университете уже. И думаю, за это время можно будет решить вопросы по квартире и либо остаться в хостеле в зависимости от того, как вы пожелаете. Вот конкретный совет маме. Если у вас остаются какие-то вопросы, переживания, опять-таки пишите, звоните. Мы будем конкретно по вашим случаям отрабатывать. Спасибо. Сейчас мы вернемся к вопросам, которые поступают через YouTube, в том числе связанные с проживанием. Я видел, был вопрос в зале. Здравствуйте еще раз. Меня зовут Артемахина, Валерия. У меня такой вопрос. Будет ли вводиться более удобная система оповещений иностранных студентов о готовности ВИЗ и осветительств на постановлении на миграционный учет? Да. На самом деле информирование крайне важно, тем более в сейчасшней ситуации, в которой мы все находимся. И мы провели работу, и со следующей недели в тестовом режиме мы запустим бот. Бот будет работать в Телеграме, и соответственно, те студенты, которые придут к нам в офис и вступят в эту процедуру оформления регистрации, либо продлении визы, они смогут воспользоваться ботом. Со следующей недели уже начнем. Спасибо. У вас тоже был вопрос? Да, у меня тоже был вопрос. Меня зовут Шэнь Чан Лун. Мой вопрос. Не подскажете, как будет организовано обучение иностранных студентов на втором семестре? Спасибо. Да, и тут, кстати, тоже поступают вопросы. Здравствуйте. Второй семестр тоже онлайн будем учить? Ну, во-первых, я хотел сказать, замечательно русский язык. Здравствуйте. Можем поаплодировать, кстати, друг другу, это всегда приятно. Не зря работаем в университете, в том числе, я думаю, и родители, наверное, как-то вносят в уклад. Это как гадание на кофейной гуще, но я думаю, что вполне реально, я думаю, что так оно и случится, что мы закончим семестр в гибридном режиме, потому что мы понимаем, что какие-то страны откроются, какие-то страны будут закрыты, и, безусловно, университет будет продолжать предоставлять услуги в сфере образования в гибридном режиме, потому что мы понимаем, что все больше и больше студентов начнут приезжать, но какая-то часть все равно еще будет оставаться за пределами Российской Федерации. И я думаю, что это будет гибридный режим, будем продолжать. Но сейчас есть много различных прогнозов вообще, куда движется тема образования, и ряд прогнозов говорят о том, что мы пришли в эпоху гибридного обучения. То есть гибридное обучение не закончится даже вот этим вторым семестром, что оно будет так или иначе продолжаться и дальше. Я не знаю, верить, не верить вот этим прогнозам о будущем, потому что все мы хотим очного контакта, мы проводим социологические опросы, в том числе первокурсников. Хотя вроде бы новое молодое поколение, которое должно очень любить цифровые технологии, значит, все говорят, ну, практически там 70%. Мы только за очный формат обучения, за непосредственный контакт с преподавателем. Поэтому мы, конечно, всех ждем здесь, но все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в мире. У нас в Российской Федерации, для того, чтобы границы были открыты и была возможность всем студентам приехать. Но университет, повторюсь, будет продолжать выполнять свои обязательства перед студентом в любых форматах. Спасибо. Чтобы никто нас не обвинил в том, что мы задаем только позитивные или проблемные вопросы, есть и такая критическая, в том числе, группа вопросов. Вот один из них. Здравствуйте. Могут ли быть понижения оплаты контракта у студентов? Летом вы сообщали, что оборудуете аудиторию для гибридного обучения, но у нас не проходит половина предметов. Это же половина почему-то не проходит у кого-то. Ну вот я еще раз, я уже говорил об этом, чтобы предупредить подобные вопросы. Я прошу обращаться в университет. Ко мне лично, можете на эмиректор обращаться. То есть как удобно. Есть открытая приемная у нас в университете. И все эти моменты прописывать. Вообще эта тема по снижению обучения, она анализируется в средствах массовой информации. Я хочу отметить, что стоимость обучения может быть связана со снижением трудоемкости образовательной программы, по которой вы учитесь. Это количество часов, контактных часов обучения, которые преподаватели по данной программе для вас проводят. В целом преподаватели, мы следим за этим, работают в гибридном режиме и подключают студентов в дистанционном формате. Единичные преподаватели могут испытывать определенную сложность. Поэтому нам эти проблемы нужно вместе с вами коллективно решать. Я прошу не просто замалчивать, не посещать. Я понимаю, что студенты иногда есть соблазн. Знаете, не организовал преподаватель, я и не пойду. Такой негативный баланс. То есть и преподаватель не смог, и я не хочу. И в итоге не случилось, а потом возникают критические замечания. Давайте я еще и платить буду меньше в связи с этим. Это не пройдет, надо понимать. И я прошу внимательно следить за исполнением учебного плана. Мы просим это делать институты и преподаватели в отношении иностранных студентов точно дистанционно. Но мы просим контролировать и студентов в этот момент. И вовремя нас оповещать об этом. Чтобы мы эти проблемы снимали. Поэтому я еще раз повторюсь, пишите на почту, если есть какие-то проблемы. Но еще раз говорю, есть образовательная программа, есть определенное количество часов. Образовательная программа реализуется в соответствии с тем контрактом, договором, который вы подписали. И снижение трудоемкости этой программы не предполагается. Спасибо. Зал пока раздумывает. Снова обращаюсь к социальному пространству. И вновь вопросы заселения. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, будет ли оставлено место в деревне универсиады иностранному студенту на втором курсе? Если так и не получится, приехать на учебу на первом курсе. Это, видимо, в продолжении того, что второй семестр тоже может быть удаленным. Это, на самом деле, очень непростой вопрос. Его надо будет еще нам отдельно, наверное, мы будем обсуждать на таких встречах. Дело в том, что, безусловно, мы часто говорим о том, что ни один университет в мире не может предоставить общежитие всем иностранным студентам, которые у него обучаются. И университет наш тоже испытывает определенный дефицит. В некотором смысле это вроде бы и отсутствие дефицита, потому что мест на самом деле много. Ну и студентов много. И наша задача сегодня, Ольга Анатольевна говорила о том, что есть определенная балльно-рейтинговая система, по которой студенты оцениваются, в том числе, исходя из их участия в различных мероприятиях, учебном процессе, их успешности. И исходя из балльно-рейтинговой системы, дальше принимается решение о оставлении студентов в деревню университета, переселение в студгородок, либо усиление за пределы наших общежитий. Мы сейчас вместе с нашим департаментом по молодежной политике, который курирует тоже это направление по расселению, отрабатываем те схемы, которые мы будем использовать для того, чтобы оценивать студентов, которые приедут позже, потому что не смогут набрать необходимое количество баллов по стандартной схеме, в сравнении с теми, кто проживает в общежитии на протяжении всего периода, начиная с сентября, например. И будет специальная балльно-рейтинговая система для этой категории студентов, кто приедет позже. И, безусловно, нам нужно будет отдельно с ними рассмотреть ситуацию, когда студент действительно в течение всего первого года обучения не сможет приехать, а приедет только во втором. Мы будем стараться идти навстречу этим студентам, безусловно, и их поддержать в этом вопросе. Но я думаю, что мы решение озвучим по данному вопросу несколько позже, потому что сейчас готовых решений нет, и мы находимся в дискуссии по данному вопросу. В том числе вместе с нашими студентами, со студенческими советами, которые, на самом деле, скорее всего, будут принимать это решение. Какая схема будет предложена, потому что это утверждается правхом студентов, и администрация университета не берет на себя такую ответственность. Потому что это все-таки задача самих студентов, исходя из того лимита, из той ситуации, в которую мы попадаем, принять правильное решение, которое не ущемит права большинства студентов, тех, которые дисциплинированно, добросовестно учатся и участвуют во всех мероприятиях, активностях университета. Поэтому еще раз повторюсь, у нас, во-первых, принято уже решение о том, что будет отдельная система вально-рейтинговая для студентов, кто приедет позже. Для тех, кто вообще не приедет, будет принято отдельное решение, которое, я думаю, мы озвучим в начале будущего календарного года. Это, наверное, очень важно учесть момент активности, потому что дистанционно, удаленно, но он не может танцевать, заниматься спортивными какими-то мероприятиями, акциями, быть вовлечен в какие-то командные мероприятия, массовые тем более, и сразу он теряет. Собственно, да, ровно из-за этого мы инициировали, попросили наших правкомы обсудить эти вопросы, потому что мы подумали о том, что необходимо, безусловно, учебный процесс вывести на первый план. То есть он не участвовал, может быть, в воспитательных мероприятиях, в неурочных, как говорится, но он активно участвовал в учебной деятельности, что на самом деле достаточно требует достаточно серьезных трудозатрат в текущей ситуации. И поэтому это можно дополнительно оценить. И вот мы ровно с этим предложением и вышли, и сейчас это обсуждается на студенческом уровне. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Казан. У меня есть такой вопрос. Будет ли в 2021 году предложение трудоустройства у нас иностранных студентов на летный период ДВС? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, сейчас большое внимание уделяется вопросам трудоустройства студентов и иным мерам социальной поддержки студентов. Да, программа будет продолжаться. Могу сказать со своей стороны, что в Департаменте внешних связей в этом году в течение летнего периода работало 10 иностранных студентов, помогали нам работать по различным направлениям, вести коммуникации со студентами, копировали документы, создавали настроение нам и нашим абитуриентам, которые поступали, и студентам, которые к нам обращались. Это очень хорошая практика, и мы будем ее продолжать. Я при этом отмечу, что у нас вообще по университету была принята целая программа трудоустройства студентов иностранных, в том числе в этом году, и более 200 студентов в течение лета было трудоустроено в различные структуры университета. Мы в том числе в этом году реализовали очень неплохой проект в Яльчике, куда у нас выехало 50 студентов было трудоустроено, они фактически его облагораживали, поддерживали его функционирование, красили, убирались. Вообще в целом помогали нам его поддержать в правильном, хорошем состоянии, несмотря на то, что Яльчик в этом году не смог принять отдыхающих. Тем не менее, благодаря усилиям иностранных студентов мы смогли его поддержать в функционирующем более или менее состоянии, чтобы на будущий год он уже смог по основной своей цели работать. Но я думаю, что, безусловно, это наша вообще одна из основных задач, помогать студентам. В этом году, вы знаете, кроме трудоустройства, мы благодаря решению ректора и продуктовые наборы распространялись, и много национально-культурных автономий помогало иностранным студентам. Но, конечно, наши задачи, вот мы, кстати, говорили о Чатбойте, тоже студент делает. Мы его, по сути, пригласили работать, и он нам помогает. И я думаю, что эта практика тоже будет распространяться, потому что у нас очень талантливый студент, на самом деле. Причем в Таракурсе, я думаю, да? Да, да, очень талантливые студенты, и мы готовы работать и предлагать им рабочие места, на самом деле. Спасибо. На самом деле, ваш вопрос очень актуальный, потому что он касается не только иностранных студентов, но и российских. Ведь в университете есть отдельная программа и по трудоустройству российских студентов, учитывая, что многие сферы деятельности, где они так или иначе подрабатывали, что называется, сегодня не в лучшем положении оказались, и вопрос ваш, очень, я думаю, многих тронул, ответ тем более обнадежил. У вас был вопрос, да? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Кристофер Мак, и у меня вопрос такой. Есть клубы интернациональной дружбы КФО. Мы все знаем, что они больше занимаются культурными, спортивными и общественными мероприятиями. Но нам тоже интересна наука, поэтому у меня есть такой вопрос. Можно ли в рамках КИД добавить что-то, связанное с научной деятельностью? Кристофер, спасибо большое за вопрос. Да, клуб интернациональной дружбы функционирует в Казанском федеральном университете уже несколько лет. Есть традиционные направления, которые реализуются на базе этого клуба. И в настоящее время как раз обсуждается вопрос, каким образом студенты, наши иностранные студенты, прежде всего, смогут еще и с использованием вот этой нашей площадки клуба интернациональной дружбы, развивать свою научную, скажем так, деятельность. Уже выработаны некие концепции, некие подходы к тому, как мы будем это делать. И с помощью активных студентов, которые сейчас вместе с нами трудятся над планом работы, мы всяческую поддержку со своей стороны окажем. Мы рассчитываем, что уже в этом году, уже со второго семестра, эта работа будет у нас разворачиваться. Потому что это важно, как для вас, для вашей научной работы. Также мы видим потенциал использования, ваши аналитические способности, ваше умение вести соцопросы на решение задач Казанского федерального университета. Поэтому контактным лицом со стороны Департамента внешних связей является Цветков Сергей Анатольевич. Вопросы можно задавать ему. И приглашаем всех студентов к активному обсуждению плана работы, повестки, концепции развития данного направления на базе клуба «Интернациональная дружба». Вообще, вот как про ректору, вам тоже я хотел этот вопрос переадресовать. Я, может быть, дополню. Учитывая, что вообще проблема научных кружков, развитие их в университете, достаточно всегда стоит актуально. И она актуальна. И вот буквально несколько недель назад ректор особо ставил эту задачу, потому что действительно сегодня вообще такая кружковая деятельность студентов, хотя говорят, что кружок – это какое-то устаревшее слово. Ну, то слово, может, устарело, суть-то осталось. Да, суть-то осталось, и на самом деле слово хорошее на самом деле. Такая кружковая деятельность, она сейчас рассматривается в качестве вообще такого потенциала вовлечения студентов в научную деятельность, в исследовательскую деятельность, вообще, я бы сказал, даже в рефлексивную деятельность относительно своего профессионального будущего. Я вот всегда говорю, надо не подменять цели, с которыми вы находитесь в университете. Основная задача – это все-таки получение компетенции, знаний. И эти знания и компетенции, как показывает практику, вы получаете не только на занятиях с преподавателями. Важно, чтобы в общении с своими одногруппниками, однокашнику, с кем вы в университете учитесь, вы обсуждали не только моду, машины, фильмы, еще что-то, а, собственно, обсуждали предмет своей профессиональной деятельности, чтобы это было серьезным предметом ваших дискуссий и разговоров. Мы всегда об этом говорим и считаем, что это очень важно. И мы надеемся, что как раз кружки, кружковая деятельность будет в том числе одной из таких возможностей, где вы сможете это обсудить, серьезно об этом думать, рассуждать, причем уже не на последних курсах, а с первых курсов будете вовлечены в эту деятельность. Мы вообще в целом в университете рефлексируем над одной из проблем, которая связана с некоторой раздробленностью институтов. То есть институты самостоятельно, автономны, но, к сожалению, институты в том числе охватывают предметные области. И эти предметные области тоже несколько разобщены друг от друга. И мы надеемся, что как раз кружковая деятельность поможет объединить студентов по интересам. Потому что сегодня самые крупные открытия и исследования проводятся не в конкретной предметной области, они всегда проводятся на стыках. И это не новое какое-то явление, это было всегда так. Все открытия, последние, наверное, 50-60 лет, они совершаются на стыках наук. Очень важно, чтобы вы общались в рамках кружков со студентами, учащимися из других институтов. Иногда человек из другого института приносит с собой новую перспективу и взгляд на вещь, потому что он с другой стороны к этому подходит совершенно. Иногда человек, который занимается каким-то предметом, он очень зашорен, он глубоко укоренен в своем предмете, а человек, который приходит извне, он всегда может поставить проблему по-новому и по-другому. Он может на нее посмотреть сверху, вообще, или с перспективы своей научной дисциплины. Поэтому, если мы говорим вообще о предпринимательских проектах, потому что на базе таких кружков и той дружбы, я вернусь к своему первому, который завязывается в университете, очень часто возникают предпринимательские команды. Я потому что знаю, мы, Олег Анатольев, иногда встречаемся с группой студентов, Туркменистан, Узбекистан, Китай, студенты остаются в Казани, уезжают в Москву и организуют компании, бизнесом занимаются, в том числе международным, то есть торговлей занимаются со своими странами, привлекают компании в Россию, российские компании продвигают на своих рынках. Это очень интересно и важно. Но эти студенты, как правило, из разных институтов. Один из бизнеса, из экономического факультета, другой юрист, третий из предметной области, химик, физик или биолог. И втроем, четвером они могут вполне реализовать хороший предпринимательский проект, который один человек прикрывает с юридической точки зрения, другой бизнес-план просчитывает, экономикой занимается, а третий занимается взаимодействием с конкретными предприятиями по предметным областям. То есть вот такие междисциплинарные команды нам очень нужны. Они и предпринимательски интересны, они интересны с точки зрения исследований, потому что могут реализовывать интересные научные проекты. И мы как раз надеемся, что кружковая деятельность нам в этом поможет. И я просто хочу сказать, не тратить дополнительное время, что сейчас ректорам поставлена задача перезагрузки этой системы, и мы ожидаем, что к февралю будет разработана вообще концепция научных кружков, новые концепции. Знаю, что кружки сейчас есть. Они исторически были и продолжаются, но будет разработана новая концепция вообще кружковой научно-исследовательской деятельности среди студентов к февралю. И мы надеемся, что уже во втором семестре, как сказала Ольга Анатольевна, эти проекты начнут реализовываться в перезагруженном формате. Спасибо. Спасибо. Вопрос поступил. Вы уже в общих чертах на него ответили, но все-таки раз поступил в ВКонтакте, давайте еще раз обозначим. Здравствуйте, я гражданин Таджикистана. После Нового года универ может отправить пригласительное, чтобы прибыть на учебу. Нам для выезда нужно предъявить пригласительное. Нет. Короткий ответ нет, но... Поясните. На самом деле все наши действия будут продиктованы эпидемиологической ситуацией и тем набором нормативных актов, которые будут действовать на данный момент на территории нашего государства Российской Федерации и на стороне партнера. Поэтому по текущей ситуации могу сказать, что въезд в Российскую Федерацию может быть осуществлен только из определенных стран с определенными целями. И если это не визовый въезд, если это страны не с визовым порядком пребывания в Российскую Федерацию, то дополнительных приглашений не нужно. А нужно соблюдение всех правил пересечения государственной границы Российской Федерации. Спасибо. Такой очень предметный вопрос. С такими ситуациями, кстати, тоже сталкивался и задают эти вопросы вне прямых линий. Ситуация, в общем, типичная для университетской среды. Если студент перешел с одного факультета на другой факультет, даже с направления на направление такие случаются, и по границам семестров это обостряется ситуация. Есть академическая разница, как ее сдавать, а ты вот удаленно находишься. Это ведь вообще суетная такая процедура, достаточно, требующая подключения, взаимодействия с преподавателями самых разных институтов, самых разных сфер, утрясение сроков, согласование учебных часов, возможно, что-то можно перезачесть и так далее. Вот, ну, то есть масса там возникает мелких вопросов, которые можно решить всегда, когда живой рядом с тобой человек быстро, а вот удаленно. Ну, к сожалению, я тут, наверное, волшебной пилюли не дам, как это решить быстро, оперативно. Конечно, безусловно, это связано с коммуникацией, коммуникация с институтом, откуда вы уходите, коммуникация с институтом, куда вы приходите, или деканатами. Я вот всегда говорю, что у нас департамент внешних связей, я это омбудсмен. То есть мы защищаем интересы иностранных студентов в университете. Поэтому, если у вас есть та проблема, вот действительно проблема с коммуникацией, серьезная, да, которую вы не можете решить сами, но которую вы понимаете, что вы в целом правы, и вы вполне могли, если бы находились здесь, эту ситуацию решить в вашу пользу, в соответствии с теми локальными актами, которые в целом нормативными актами, которыми действует университет. Вы можете обратиться в департамент внешних связей по электронной почте, по номеру телефона, мне написать по электронной почте. И мы постараемся вот эту коммуникацию, если она не складывается, наладить. То есть если у вас есть право, и вот этот дистанционный характер взаимоотношений вам не позволяет это право реализовать, мы это право реализовать вам поможем с точки зрения коммуникации. Еще раз повторюсь, я вот сейчас не хочу, чтобы вдруг там все начали писать по разным вопросам, которые они могут решить самостоятельно, но если вы понимаете, что вот еще раз повторюсь, есть проблема, мы готовы вам в этом помочь дополнительно, в том числе привлекая институты, дополнительно стимулируя их коммуницировать с вами по данным вопросам. Спасибо. Вопрос. Возможно, трудоживание должно быть между студентами одного возраста, чтобы эта проблема не всегда возникла. Одного возраста? Да. То есть у нас мы ответили на вопрос, связанный с одной страной, в общем, одного какого-то этнического происхождения. А вот теперь возникает еще, а возраста бывают разные, да? Вы хотите с одним возрастом жить или с разными возрастами? То есть имеется в виду однокурсники, чтобы были, да? Не разные курсы? У меня студент из первых курсов, но другой, второй курс магистр. А, ну вот. Ну, может, не понимать друг друга. Хорошо. Спасибо за ваш вопрос. На самом деле мы при размещении студентов в общежитиях стараемся, хотя это происходит по определенным правилам, но тем не менее стараемся учитывать потребности, особенности, может быть, даже пожеланий некоторых студентов. Но для этого вам нужно, конечно, точечно обращаться и, соответственно, конкретно описывать свою ситуацию и совместно с людьми, которые отвечают за размещение в определенных домах, эту ситуацию разрешать. А вопрос вполне понятный. Я, может, дополню, Ольга Анатольевна. У нас, я говорю, университет очень большой и мнений очень много. Мы специально сейчас проводим различные социологические исследования первого курса вообще студентов, и мы видим, что мнения иногда просто делятся ровно пополам. Четыре варианта ответа, и 25% выбирают каждый вариант. Или половина на половину. То есть нет единого решения, единой политики, которая устроит всех. Всегда появится, вот вы сейчас скажете, нам мы хотим с одним возрастом, а кто-то другой скажет, а мы не хотим, нам удобнее жить с разными возрастами, чтобы помогали общаться, интереснее знакомых заводить на разных курсах. И такие тоже появятся. Поэтому мы, безусловно, вот Ольга Анатольевна говорит, индивидуальный интерес всегда стараемся учитывать, если возможность есть. Поэтому давайте, если у вас, например, есть конкретное предложение, мы его готовы рассмотреть. Будет очередное переселение, великое переселение, как мы его называем, в августе месяц. Если у вас там все нормально будет, то мы готовы посмотреть, где какая возможность есть, чтобы вас там куда-то поместить. А вот такого кардинального какого-то общей политики, я думаю, что вводить его не стоит, потому что в любом случае мы не исполним пожелания какой-то определенной другой группы студентов, которые думают немножечко по-другому. Но наша задача все-таки, чтобы все выжили благополучие, в психологическом комфорте, каждый из вас, и думали только об учебе. Поэтому, безусловно, мы готовы по каждому заявлению отработать, посмотреть, какие варианты есть для вас. — Спасибо. Еще один срез проблем, который вы тоже сопровождаете и решаете. Вот из Узбекистана вопрос. Буду ли я сдавать ЕГЭ здесь у себя, в стране, или буду сдавать внутренние экзамены в университете? — Все зависит от того, по какой линии вы идете и поступаете в университет. Если вы, например, поступаете по гослинии, то вы будете проходить экзамены, которые будет проводить для вас там Россотрудничество. Если вы поступаете на контракт на основе, то вы будете поступать, скорее всего, сдавая два экзамена здесь у нас в университете. Я не знаю, будут ли они в дистанционном режиме, или у вас уже появится возможность летом приехать для сдачи этих экзаменов. Мы оба варианта предусмотрим в любом случае. Еще раз повторюсь, скорее всего, у нас и приемная компания будет в гибридном режиме опять приходить. — Естественно, продолжение вопроса. Приемная компания как будет? — Скорее всего, дело в том, что я пример приведу. Мы практиковали сдачу дистанционную и за год до, к сожалению, пандемии этого года. То есть у нас и в 2019 году мы впервые опробовали систему прокторинга. Хотя мы не ожидали, что она так понадобится в 2020. В 2019 у нас несколько тысяч экзаменов прошло в дистанционном формате. Поэтому и в этом году эта система будет продолжать работать. Но, безусловно, если у студентов будет возможность приехать, и, еще раз повторюсь, все санитарно-эпидемиологические нормативные требования нам позволят, то мы готовы провести вступительные испытания и в стенах университета. Есть еще вариант, что вы будете поступать на бюджет. Просто как в стандартном формате, как россияне, тогда нужно будет сдавать три экзамена, которые тоже у нас по порядку приема определены. И либо в дистанционном, либо, опять-таки повторюсь, в режиме здесь. И, собственно, вот варианты. ЕГЭ сдавать в этом смысле не обязательно никакое. То есть это будут либо внутренние вступительные испытания университета, либо те вступительные испытания, которые будет проводить Россотрудничество. Если можно, я подополнила. Да, конечно. Правила приема в Казанский федеральный университет на следующий учебный год, 2021-2022, размещены на сайте Казанского федерального университета в разделе «Приемная комиссия». Если есть вопросы по поступлению иностранных граждан, сотрудники Департамента внешних связей готовы ответить. Там же приведены адреса электронных почт admission.sobachka.kpfu.ro. То есть сейчас уже активно задают иностранные граждане вопросы по поступлению. Так что самое время, пожалуйста, пишите. Нам обещают, что скоро будет чат-бот и для поступающих. То есть мы сейчас сделали чат-бот для справок по вопросам виза регистрации. И мы надеемся, что к марту месяца мы запустим отдельный чат-бот по часто задаваемым вопросам в честь поступления первокурсников, абитуриентов в университет. Да, этих вопросов будет, по всей видимости, очень много. Их традиционно много, а с учетом всех изменений, которые диктует объективная реальность, их добавится. Разбудили джинны, вот они пошли. Здравствуйте, какие условия будут на новый учебный год для поступления граждан Казахстана в КФУ? А вообще какие-то страны, какие-то особые условия со своей стороны не выставляли еще пока для своих потенциальных абитуриентов? Или для вузов, куда они направляют, рекомендуют поступать? Не сталкивались с этим? На самом деле в этом году внесены некоторые изменения в порядок приема. Российские вузы много об этом пишут, и правила приема в этом году в КФУ также несколько отличаются. Есть целый ряд особенностей. То, что касается поступления иностранных граждан, скажу, что так же, как и в прошлом году, прием на контракт ведется в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан. Установлено два вступительных испытания на контрактную форму обучения. Прием по гослинии осуществляется через представительство Россотрудничества, пока в том же формате, в каком и это было делось традиционно. Вступительные испытания, как уже сказал Тимирхан Булатович, проводятся непосредственно в странах. И то, что касается приема на бюджетные места для иностранных граждан, тех стран, которые имеют равные права с россиянами при поступлении, они будут вестись в соответствии с основными правилами приема для россиян. Там будут дополнительные уточнения коллегами даваться и приемной комиссии. Поэтому пока адресую на сайте. Я хочу сказать, что, во-первых, порядок приема, как Ольга Анатольевна сказала, принятый в университете, на самом деле. Я бы советовал сейчас всем, кто интересуется, зайти просто и почитать. Просто как первая такая вводная часть. Как говорят студенты, учите матчатить. Откройте, просто почитайте и посмотрите. Я уверен, что мы, во-первых, проведем еще не одну такую встречу по приему будущего года. Таких встреч будет очень много. И сейчас у нас институт проводят и дни открытых дверей, на которых многие вопросы тоже они разъясняют. И по линии Россотрудничества я просто хотел бы отметить, у нас буквально недавно прошло совещание с коллегами. И Казанский университет у нас вошел в тройку. То есть он был третьим самым выбираемым университетом в Российской Федерации среди иностранных абитуриентов, кто поступает по гослинии, по линии Россотрудничества. Это нам очень приятно. И мы надеемся, что мы будем наращивать эту позицию. Мы готовы всегда принимать. И мы надеемся, что и квоты в этом году увеличат, как нам обещают по линии Россотрудничества. Мы сможем принять больше студентов все-таки за пределов по гослинии. Для нас тоже очень важно. Спасибо. На этой оптимистической ноте можно было бы и завершить сегодняшнюю часть встречи. Подчеркиваю, часть, потому что вы нас обнадежили. Мы еще не раз будем встречаться и проговорить. Все-таки еще пару вопросов я обозначил, для того, чтобы не обижались авторы, ну, по крайней мере, представляющие разные страны. И если у зала есть тоже вопросы, я готов в завершении. Мы закольцуем, давайте. Завершающий вопрос будет ваш. Пока я обращусь сейчас к еще соцсетям. Вот такой вопрос по желанию. Мы надеемся, что второй семестр будет учеба традиционная для иностранных студентов, а Российская Федерация сделает учебу основанием для въезда. То есть вообще надежды обоснованы или нет? Есть такое видение на федеральном уровне, чтобы учеба, легальную учебу в федеральных университетах, как минимум, была бы основанием для въезда? Ну, я тогда постараюсь ответить, да. Я думаю, самым главным основанием, на что опираются федеральные органы власти, когда принимают те или иные решения, это безопасность. То есть, если, значит, будет общее понимание, что въезд иностранных граждан не представляет опасность как здесь, для тех, кто находится на территории Российской Федерации, так и для самих этих граждан, потому что все вот эти перелеты, проезд через Москву, приезд в пункт назначения, это все равно перенос какого-то биоматериала, скажем так, который может быть заражен. Поэтому я прошу обратить внимание еще раз всех студентов, чтобы они не расстраивались, не обижались. Чтобы они не думали, что их обижают, что какая-то злая, значит, судьба, рок или что-то намерение злое не позволяет им въехать и начать учебу. Я прошу еще раз всех осознать и понять, что это вопросы, связанные с безопасностью. Если вы не болеете, ваши близкие не болеют, это не значит, что не болеет кто-то другой. Есть люди, которые, прошу прощения, умирают из-за этого каждый день, причем не один, не два и не десять. Их много. И я прошу понимать, что это опасность, которая окружает нас всех постоянно. И мы должны это осознавать и понимать, что вот эти ограничения связаны именно с этим. И, безусловно, как только эпидемиологическая ситуация будет спадать, как только будет и вакцинация происходить и так далее, границы будут открываться, и мы всех ждем. Мы на самом деле очень скучаем и переживаем из-за того, что студенты не могут въехать к нам. Тоже не меньше вашего мы переживаем из-за этого. Но мы находимся в этой ситуации, и просьба потерпеть. Вы будете еще это вспоминать и рассказывать своим внукам, я уверен, что вы пережили. Да, конечно. Это вообще уникальная возможность увидеть то, что ни одно поколение до нас не видело. Два поколения назад, когда была испанка, может быть, там что-то было похоже. Да, и то вот так вот, чтобы тотально государства закрывались, государства принимали какие-то радикальные меры по ограничению перемещения людей даже внутри города, населенного пункта. Такое, по-моему, впервые будет, о чем писать мемуары чуть позже. Главное пережить. Вот есть все-таки, понятно, что общие правила для всех, но я не могу его не задать, учитывая специфику того образования, которое получают эти студенты. Я являюсь студентом медицинского института. Когда мы можем приехать в Казань, со второго семестра можем ли мы учиться очно? Вот вообще, как бы вы рекомендовали себя вести в силу имеющихся ограничений тем студентам, где без прямого контакта со своим институтом очень тяжело? Ну вот медики, дистанционно тяжело. Да, у нас как раз с медицинским институтом наибольшее количество связанных переживаний, может быть, иногда. И мы специально, кстати, для этого, я, может быть, анонсирую, вот в воскресенье у нас будет проходить большая связь с иностранными студентами, прежде всего, первого курса, который обучается в Институте фундаментальной медицинной биологии. Там коллеги уже сгенерировали ссылку и рассылают ее по нашим иностранным студентам. У нас, например, тут несколько, на самом деле, вопросов. У нас есть, например, ординаторы, которые остались за пределами России, не могут въехать, а их, собственно, учеба, она связана с практикой. И мы таких студентов, ординаторов, к сожалению, нам пришлось на определенный период времени в академический отпуск предложить уйти, потому что действительно невозможно реализовать программу обучения. По остальным есть, как бы, возможности переносов, то есть перенос практики на последующие годы. То есть модифицируются учебные планы, индивидуальные учебные планы составляются, и практика переносится на последующий период времени. Это не значит, что ее не будет, еще раз повторюсь. Это связано ведь не только с медиками, но и с лабораторными работами отдельными, которые проводят наши инженерные и естественно-научные направления. Для этих студентов это все будет, то есть программа, учебный план будет выполнен просто чуть позже. Понятно, что это, может быть, не совсем бьется как бы с логикой разворачивания образовательной программы, но, к сожалению, мы находимся вот в такой ситуации. Никто из студентов ущемлен в части количества часов контактной работы, практики не будет. Но, к сожалению, мы пока находимся вот в такой ситуации. Поэтому еще раз повторюсь, вот все отдельные случаи по Институту фундаментальной медицины и биологии, потому что я знаю, что, ну, и так-то очень сложно сдать анатомию, даже когда ты находишься с преподавателем, ВКонтакте, или гистологию, да, на следующем уже у них, я так понимаю, семестре она будет. А дистанция-то вдвойне сложнее. Поэтому мы вот такую прямую линию попросили Институт организовать, они пошли на встречу, и мы будем это более детально и подробно по Институту фундаментальной медицины обсуждать в это воскресенье. Спасибо. От своего спасибо к спасибо автору вопроса очередного. Спасибо за весеннюю поддержку продуктовыми наборами, спасибо за эфир, услышала ответ на волнующие вопросы. Хочется, если нет, ну, узнать, видимо, если нет общежития, регистрировать при университете как-то, можно ли решить такой вопрос? То есть университет как такая коллективная казарма? Казанский федеральный университет может поставить иностранных граждан на миграционный учет только в случае, если они проживают в помещениях, принадлежащих Казанскому федеральному университету, проще говоря, только когда студенты живут в общежитии. При размещении в хостеле студентов регистрируют, то есть ставят на миграционный учет хостел, при размещении в квартире иностранного гражданина ставят на миграционный учет собственника квартиры. То есть это так простыми словами требования нашего федерального законодательства. Я здесь, может быть, мы уже там затягиваем несколько, но я просто не могу не прокомментировать здесь, потому что сейчас вопросы миграционного учета регистрации, они у нас тоже на первом плане стоят в работе департамента внешних связей, потому что эти визы и регистрации продлеваются. Мы знаем, что большое количество студентов сейчас испытывает определенные неудобства в связи с этим. И мы тут в некотором смысле просим прощения и просим войти в ситуацию, которая у нас в целом складывается в Российской Федерации. В связи с этим мы действительно делаем максимум возможного сейчас вместе с нашим управлением по вопросам миграции Министерства внутреннего дела по республике Тарстан для того, чтобы ускорить эти процессы. Это проблема сейчас сталкиваются туркменские студенты, очень, к сожалению, плотно египетские студенты, мы знаем. Ну и вообще все те, у кого такая проблема есть. Поэтому мы и чат-бот для этого запускаем, для того, чтобы как-то увеличить объем коммуникации и мощности нашей коммуникационной. В части этих режимов я прошу обратить особое внимание иностранных студентов на это, потому что вот сейчас у нас идут продление регистрации виз, паспорта попадают в УВМ, они видят, что, например, студенты проживают на квартире, регистрация вообще по другому месту жительства, где-то в хостеле, например. И, к сожалению, студенты попадают на штрафы, их штрафуют. Мы не можем эту ситуацию переломить в том смысле, что мы не можем как-то тайствовать и отменять эти штрафы, они есть. Но мы можем делать максимум для того, чтобы студенты понимали, что так делать нельзя. То есть, если вы живете в одном месте, вы должны и регистрироваться по этому месту жительства. Никаких других регистраций быть у вас не должно. Более того, даже если вы в течение трех дней проживаете на другом месте жительства, вы, по идее, должны вставать на регистрацию по этому месту жительства. Необходимо обращать на это особое внимание и контролировать эту ситуацию. Это ответственность конкретного студента, если вы не проживаете в общежитии. Мы с этими проблемами сталкиваемся, мы стараемся помочь, но зачастую не можем это сделать, к сожалению. Если, опять-таки, студенты не соблюдают эти требования законодательства. Спасибо. Ну и тут я вижу, большая группа вопросов пошла, которая повторяет так или иначе в разных интерпретациях то, о чем мы сегодня говорили. Поэтому адресую всех наших зрителей, пользователей социальных сетей к записи, которая будет обязательно в полном объеме размещена на всех каналах Казанского федерального университета в социальных сетях. И, как я и обещал, завершающий вопрос из зала. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Бердеева Май. У меня вопрос тоже про кружок. Есть ли в планах идея создать кружок русского языка для студентов подготовительного факультета после занятий? Спасибо. Очень хороший вопрос. И вообще, кстати, к вопросу о подготовке по русскому языку. Субъективное наблюдение. Подготовка улучшилась. Вот я смотрю на студентов, которые сейчас поступили. Проблем в общении, которые мы испытывали некоторое время, некоторые годы назад, нет. Что еще будет делаться для того, чтобы совершенствовать эту работу? Ну, у нас в этом году вообще рекордный набор на подготовительный факультет. Мы в прошлом году набирали 500 максимум человек. Мы в прошлом году выпускали 540 человек в июне. В этом году уже сейчас набор 700 человек. И мы надеемся, что к лету, может быть, и до 1000 мы дойдем. То есть выпуск текущего года, возможно, будет под 1000 человек. Два раза увеличили мощности фактически подготовительного факультета. При этом из 700 только 20 человек очень научатся. Все остальные так и не смогли приехать. Для подфак вот этот дистанционный формат обучения особенно сложный. И я очень надеюсь, Леонид Григорьевич, что мы сможем ваш уровень поддержать, который вы для нас обозначили. Потому что очень сложно учить языку в дистанционном формате без контакта непосредственно с преподавателем, с носителем языка. Мы максимум возможного делаем. И в связи с этим, что мы делаем дальше? Во-первых, мы запустили в этом году приложение. Оно сейчас в тестовом доступе находится на App Store. Я его тоже тестирую. Называется оно Studerus. Это мы сделали вместе с нашим центром цифровой трансформации. Это приложение, которое позволяет отрабатывать произношение звуков и слов на русском языке. То есть больше не нужен преподаватель. Есть специальное приложение, которое распознает то, что вы говорите. Распознает ударение, произношение звуков отдельных. И показывает, где у вас ошибки, или вы все делаете правильно. В принципе, если свободное время есть, можно сидеть и тренироваться просто произношению звуков на русском языке. Это, по-моему, достаточно интересно. Уже в App Store оно для всех появится. Мы надеемся, что у нас дата стоит 30 января. А сейчас оно в TestFlight, что называется, такой есть специальный режим в App Store, который позволяет ограниченному количеству тестировать. Сейчас 50 слушателей под факт его тестируют у нас, в своих странах находясь. Второй момент, который мы делаем, мы разрабатываем сейчас цифровую платформу русского как иностранного. Это, если вот это просто для произношения, то цифровая платформа позволит учить русский язык в полном его объеме, от грамматики, орфографии, пунктуации и все. И мы надеемся, что в тестовом режиме мы уже с 1 сентября, студенты, кто на будущий год придет, они уже начнут учиться на этой цифровой платформе. Она основана на тех наработках, которые есть у нашего подготовительного факультета, у института филологии и межкультурных коммуникаций. И наша задача вот эту линию продлить на протяжении всего срока обучения. Русский язык это не то, что на подфаке изучают, это то, что вы дальше должны изучать. У нас, к сожалению, есть практика, когда студент с плохим русским поступает на первый курс, а в качестве иностранного выбирает английский. Русский плохой, английский, я думаю, после 4 лет обучения тоже очень хорошим не будет, потому что его надо учить с детства, в любом случае, для того, чтобы хорошо разговаривать. Я поэтому, во-первых, рекомендую всем студентам, которые плохо знают русский язык, приходя на первый курс, сразу выбирать русский как иностранный, в качестве иностранного языка и продолжать это обучение. И как раз эта платформа, мы рассчитываем, что она будет расти вместе со студентами, и мы дальше там до уровня C2 ее будем продолжать, чтобы у вас была возможность, даже если вы выбирали английский, все равно учиться на этой платформе русскому языку. Потому что таких платформ сейчас фактически нет хороших вообще на рынке. И вот наша задача ее сделать с учетом большого опыта. Ну и, безусловно, вот эта кружковая деятельность, которую сейчас тоже налаживают, вот факт этим занимается. Мы сейчас попросили институту, чтобы организовали кружки по своим предметам, потому что задача не только русский выучить, а предмет на этом языке надо учить. Еще надо терминологию знать, научную коммуникацию знать, научный стиль речи. Вот эти все вещи, чтобы они были, поэтому у нас с рядом институтом есть договоренность, что по субботам, воскресеньям начнутся кружки в онлайне. То есть, если у вас есть желание, например, вы планируете поступать в институт экологии, вы по экологии возьмете кружок и в субботу, воскресенье будете на нем учиться отдельно. Это плюсом бесплатно, то есть, поскольку подфак в целом платный, а это будет бесплатно, просто для того, чтобы вы могли тренироваться дополнительно на языке. Вот поэтому я прошу следить за обновлениями, сейчас есть новый хороший сайт подфака, можете заходить, prepschool.kfu.ru, посмотрите, там все обновления будут выходить достаточно подробно. А мы ждем, кстати, студентов-абитуриентов, в феврале у нас прием на новую программу, полуторагодичную уже, поэтому приходите к нам. Спасибо. Кстати, вот так получилось, что завершающий вопрос так парадоксальным образом сочетался с самым первым вопросом, когда вы спрашивали про Новый год, в каких компаниях как его встречать, насколько старайтесь компанию делать, это такой тоже совет, если позволите, максимально разный, да, с точки зрения стран, народов, которые в вашей компании, пускай небольшой, будут собираться на Новый год, потому что тоже возможно поговорить на русском языке. Все в масках, все в моем руке, санитайзеры, социальная дистанция, даже если собираетесь, главное не только за собой следить, за всеми следить. Я хожу по университету и всем делаю замечания. А еще лучше создайте соответствующие группы в интернете и в онлайне, но на русском языке. Спасибо вам большое, спасибо вам за то, что вы дали ответы на те многочисленные, продолжающие в том числе поступать вопросы, но они так или иначе ключевые ответы получены. А вам за активное участие в нашей сегодняшней беседе и надеемся, что вы нам обещали продолжить этот разговор и продолжать его по мере того, как будет накапливаться новая, свежая, актуальная информация. Надеюсь, до скорых встреч. Спасибо, Леонид Игоревич. Спасибо, Леонид Игоревич. Спасибо, друзья. Спасибо за рейтинг. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Леонид Игоревич.